Что главное в носках? В носках главное, чтобы пятка была удобная, не сползала с ноги и выглядела красиво. Итак, дорогие мои, я вас всех приветствую у себя на канале. С вами канал вязания и я Вера Бармова. И сегодня я хочу с вами поделиться вязанием вот такой вот симпатичной и красивой пяточки для носка. Для начала, как обычно, мы вяжем носок до того момента, где нам надо уже распределить петли для носка. Как обычно, это берется две спицы. Провязываем все две спицы и начинаем вязать пяточку. Вы можете вязать пятку той же пряжи, что и основной носок. Можно взять и пряжу, немножко более уплотненную, прочную, для того, чтобы пятка наша быстро не стиралась. Итак, довязываем две спицы на одну спицу, собираем петельки. Провязали. Переворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем по изнаночной стороне в обратную сторону. Изнаночными петлями. Провязав ряд по изнаночной стороне, переходим на лицевую сторону. Теперь мы начинаем убавлять наши петельки, то есть формировать угол пятки. Здесь у меня на этой пятке 16 петель, на одной спице было 32, так как этот носочек большего размера. В этом носке, который мы сейчас с вами вяжем, у меня на одной спице 14 петель, значит, вместе 28. Теперь будем закрывать петельки с каждой стороны. Вначале две петли вместе. Вяжем в конец спицы, не довязывая две петельки. Не довязали две петельки, их надо теперь провязать вместе. Первую вот эту петлю снимаем, последнюю провязываем. И снятую петлю перекидываем через провязанную петельку. Поворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем ряд изнаночными петлями в конец спицы. Первая петля снимается, так как это кромочная, и все остальные провязываем изнаночными. Провязываем последнюю петельку, поворачиваемся на лицевую сторону. Немножко ниточки перепутались, ничего страшного, мы их распутаем. И опять начинаем делать убавки, то есть провязываем две петли вместе. Вначале ряда убавляем и в конце ряда. Убавляю петли до тех пор, пока у меня на спице, вот на этой рабочей спице, останется 14 петель. То есть то количество, которое было у меня в начале на одной спице. Довязали, снимаем, провязываем, перекидываем. Поворачиваемся на изнаночную сторону и все вяжем по изнаночной стороне изнаночными петлями. Итак, самостоятельно провязываем все ряды. Делаем убавки до того количества петель, которые вам необходимо оставить для формирования пяточки. Итак, закрыли все петельки. У нас получился вот такой вот треугольничек. Количество петель у меня равное количеству петель, которые находятся на одной спице. Нитка у меня остается с левой стороны. Теперь надо будет добавлять петли и вывязывать ряды, для того, чтобы наша пятка закруглялась и уходила в эту сторону. Когда вы закроете последние петли, здесь же, на этой стороне, делаем таким образом. Будем добавлять первую петельку. Из скромочной петли заводим спицу, поддеваем и вытаскиваем петельку. Поворачиваемся на изнаночную сторону. Петлю хорошо подтягиваем, но не провязываем. Идем в обратную сторону, в конец ряда. Так как это изнаночная сторона, значит все петельки изнаночные. Провязав последнюю петлю, из кромочной петли нам надо вытащить еще одну петельку. Но так как это изнаночная сторона, значит и петля должна быть изнаночной. Поэтому спицу заводим с лицевой стороны, под кромочную. Накидываем нить и вытягиваем петлю на лицевую сторону. Поворачиваем изделие. Первую вытянутую петлю мы просто снимаем, подтягиваем ее и вяжем все петельки в конец ряда. Доходя до конца ряда, провязываем все наши петли, в том числе ту петлю, которая у нас была не провязанная. Мы вытаскивали ее из кромочной. Опять провязав все петли, в следующие кромочные петли, под кромочные, заводим спицу и вытягиваем петлю. Поворачиваем опять на изнаночную сторону. Первую петлю снимаем. Остальные провязываем изнаночными. Таким образом, добавляя по одной петле с каждой стороны, мы восстанавливаем количество петель, которые были в начале на двух спицах. И при этом у нас формируется пятка, которая в простонародье называется бумеранг. Провязываем последнюю петлю. Опять с лицевой стороны заводим спицу. Вытаскиваем петельку. Если тяжело, можно взять крючок. Мне просто немножко неудобно перед камерой. Спицы цепляются. Но ничего страшного, мы справимся. Вот так. Опять на лицевую сторону. Петельку эту снимаем, подтягиваем, чтобы она не была сильно большой. И провязываем петли в конец ряда. Итак, провязываем все петельки, поднимаем их из кромочных и формируем нашу пяточку. Количество петель, поднятых с правой и с левой стороны, по идее, должны быть одинаковые. Но если по какой-то причине у вас количество петель не будет совпадать, то это не страшно. Главное, чтобы не было лишних дырок и все было плотненько. Если количество петелек у вас, поднятых с боков, окажется немножко больше, на одну-две петли, это тоже не страшно. В процессе вязания потом их можно просто убавить, если они вам будут лишние. Поэтому на этом сильно не заостряйте внимание. Главное, чтобы пятка была плотная и без дырочек. И так продолжаю формировать пятку, добавляя петли. Надеюсь, что же вы с этим справляетесь. В процессе добавления петель и вывязывания рядов у вас будет образовываться вот такая вот деталь. Чем больше петель вы добавляете, тем более пятка у вас начинает формироваться. Продолжение следует... Вот здесь вот будет расстояние между двумя спицами, поэтому я добавлю сюда тоже петельку. Продолжение следует... Добавляем еще одну петлю, посчитаем количество петель, которые у нас на спице. Возьму вторую спицу, потому что уже вязать так неудобно. Вот и все. У меня количество петель выровнялось. Сколько петель мы начинали в начале убавки, столько петель у меня сейчас на спицах. И вот такая пятка у меня связалась. Надеюсь, дорогие мои, что вы тоже свяжете такие красивые, симпатичные пяточки для своих носков. Чтобы носить носочки с удовольствием. Итак, с вами был канал Вязание и я Вера Бармова. Всем до следующих встреч. Всем пока-пока. Всех целую и всех обнимаю. До скорых встреч.